Всем привет! Это вторая часть видео о потолке Сикстинской капеллы. Почему вообще стоит заранее узнать, о чем рассказывают фрески капеллы? Дело в том, что там действуют правила соблюдения тишины, то есть нельзя разговаривать и гиды внутри ничего не объяснят вам. Они делают это снаружи и вряд ли на слух в толпе людей что-то уляжется в голове. Так что давайте продолжим знакомиться с изображениями на потолке Сикстинской капеллы и перейдем к полукруглым люнетам, в которых Микеланджело написал предков Христа. Это родословное древо Христа, участники которого взяты из Евангелия от Матфея. Евангелие – это книга или собрание книг, которые содержат описание жизни Иисуса Христа. Начинается все с Аминадава. Он родился во время пребывания израильского народа в Древнем Египте и стал отцом Наассона. Если вы когда-нибудь слышали такое выражение «прыжок Наассона», это как раз о нем. Когда святой пророк Моисей привел народ к морю, Наассон был первым, кто осмелился пройти между стенами из воды. Ведь отступать было некуда, за беглецами фараон уже отправил свое войско. Поэтому его поступок считается актом беспрекословной веры. Наассон стал отцом Салмона. Салмон, в свою очередь, стал отцом Боаза, а Боаз – отцом Авида. Ничего особо интересного с ними не происходило. Авид стал отцом Иесея. Иесей жил в Вифлееме и имел многочисленное семейство. Его младшего сына Давида через пророка Бог призвал стать царем Израиля при живом царе Сауле. Конечно, Саулу такой расклад не понравился, и он попытался убить Давида. И так Давид с семьей был вынужден бежать в Муаф. Когда умерли Саул и его наследник, старейшины Израиля пришли в Хеврон, заключили с Давидом завет и помазали его в царя над всем Израилем. Наступило время царства Давида. В Библии Давид – второй царь народа Израиля после Саула. Хоть Давид и был мудрым и справедливым правителем, ему не чужды были обычные человеческие пороки. Однажды он влюбился в Версавию, у которой был муж. Давид послал ее мужа Урию на верную смерть, когда он был на поле боя. Позже Давид раскаялся перед Богом, но заплатить за свой грех пришлось жизнью своего первенца. У Давида и Версавии родился второй сын Соломон, которому Давид передал все свое царство. У Соломона родился сын Раваам. При его правлении царство разделилось, так как царь не хотел слышать недовольство народа чрезмерными налогами, а также игнорировал мудрые советы старейшин. У Раваама родился сын Авиа. Он правил в Иерусалиме три года. Сыном Авии стал Аса, сыном Асы Иосафат. Он старался идти по стопам Давида, бывшего для него высшим образцом жизни и деятельности. При нем Иудейское царство достигло высшей степени процветания. Сыном Иосафата стал Иорам, пятый царь Иудейского царства, правивший с 851 по 843 год до н.э. После смерти Иосафата Иорам казнил не только своих братьев, но и некоторых князей-иудеи. Затем он ввел культ Ваала и восстановил язычество. Ваал – это могущественный демон, известный в древности как финикийское и западно-семитское божество. В результате последовали наказания от Бога. Вскоре в Иудее вспыхнула эпидемия чумы, а сам царь был поражен тяжелым желудочно-кишечным заболеванием. Правнук Иорама Озия называется в Библии еще Азарий. После Озии воцарился Иоафам. После Иоафама вступил на престол его сын Ахаз. У Ахаза родился сын Езикия. В период его правления Иудея была в вассальной зависимости от Ассирии. Попытка Езикии освободиться от ассирийцев привела к походу ассирийского царя на Иудею и к осаде Иерусалима. В результате Езикии пришлось заплатить огромную дань, но царь Ассирии все равно требовал сдать Иерусалим. Согласно Библии, после этого Езикия помолился Богу. И ночью, якобы, ангел-господень поразил в стане ассирийском 185 тысяч воинов. Однако Иудея осталась вассалом Ассирии, а часть ее территории была отдана соседским филистимским царям. У Езикии родился сын Монасси. Став 12 лет соправителем своего отца, а с 687 года царем, он правил 55 лет в Иерусалиме. При нем возродились языческие культы. Бог наказал царя, предав его в руки ассирийцев. Заковали они Монассию в кандалы и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. В плену Монассия раскаялся, просил у Бога прощения и был возвращен в Иудею, где старался загладить последствия своих грехов. Отменил идолослужение, восстановил Иерусалим и другие города. Сыном Монассии стал Амон. Амон взошел на престол Иудеи в возрасте 22 лет. Царствовал он всего два года, так как был убит в результате заговора, организованного родственниками. Амон родил Иосию, который взошел на престол в 8-летнем возрасте после убийства его отца. Царствовал 31 год, и его царствование составляет одну из светлых страниц библейской истории. При Иосии была осуществлена религиозная реформа, состоявшая в централизации богослужения в Иерусалиме и в ликвидации проникших в Иудею под ассирийским влиянием языческих и астральных культов. Иосия стал отцом Иоакима. У Иоакима родился сын Иихония, который вступил на престол в разгар восстания против Вавилонии в возрасте 18 лет, и правил он в Иерусалиме 3 месяца и 10 дней. Весной царь Навуходонасор послал за ним, и его доставили в Вавилон. Иихония вышел к нему вместе с матерью, слугами, князьями и евнухами. Его схватили и отвели в Вавилон. Когда же Навуходонасора сменил на Вавилонском престоле его сын, то иудейский царь получил свободу и полное обеспечение до конца своих дней. Однако на родину он так и не вернулся. Вся жизнь Иихонии прошла в Вавилоне. По переселении в Вавилон Иихония стал отцом Салафииля. Дальше ничего интересного не случилось, просто упомяну, что Салафииль стал отцом Зарававиля. Зарававиль заложил основы второго Иерусалимского храма. Его сыном стал Авиуд. У Авиуда родился сын Елиаким. У Елиакима Азор. У Азора Садок, а у Садока Ахим. У Ахима Елиуд. У Елиуда Елиазар. У Елиазара Матфан, а у Матфана Иаков. И, наконец, у Иакова родился Иосиф, который стал мужем Марии, от которой родился Иисус. Иосиф был как бы приемным земным отцом Иисуса Христа. На схеме в треугольниках помещены группы людей, которые находились в родстве с предками Христа. Паруса поддерживаются бронзовыми фигурами обнаженных юношей и гнуди. Вероятно, они являются декоративными элементами. Также присутствует череп жертвенного животного, который является классическим орнаментальным мотивом, напоминающим о жертвоприношениях в древности. Итак, начнем со стороны входа в капеллу. Семья Иихонии с его сыном Салафиилем. Семья Зарававеля. Далее идет изображение Иезикии в детстве с матерью и отцом Ахазом. Следующие фигуры идентифицированы как Озия, его мать, отец и один из братьев. Далее Ас с родителями, Соломон с родителями. Следующее изображение женщины расположено точно на оси треугольника. Она кажется погруженной в медитацию и совершенно чуждой двум фигурам мужчине и ребенку, которые можно различить позади нее в темноте. В соответствии с люнетом ниже, можно предположить, что Иисей в детстве изображен здесь вместе со своими родителями. И последнее изображение Соломон с родителями. Теперь перейдем к распалубкам, на которых представлены эпизоды спасения народа Израиля. Медный змей. Когда иудейский народ странствовал по пустыне, ведомый пророком Моисеем, люди стали терять веру и возмущаться. Они шли по длинному каменистому ущелью, страдая от недостатка воды и пищи. Тогда Бог наслал на них ядовитых змей, которые уничтожили множество людей. После этого израильтяне раскаялись и упросили Моисея помолиться за них. Моисей помолился о народе, и Бог сказал сделать медного змея и поместить его на знамя. Если ужаленный посмотрит на это знамя, останется жив. Мы видим многофигурную динамическую композицию, где показано, какой мучительной смертью умирают согрешившие. С другой стороны изображены покаявшиеся. Наказание Амана. Аман служил при дворе персидского царя, был язычником и преследовал евреев за веру в Бога. Из зависти к царскому советнику Мордехаю он задумал истребить все еврейское население персидской империи. Мордехай был евреем, двоюродным братом сироты Эсфирь, которую взял себе в жены царь. Сплетя сеть интриг, Аман добился согласия царя на уничтожение всего еврейского народа. Мордехай потребовал от Эсфирь, чтобы та заступилась перед царем за свой народ. Эсфирь убедила царя посетить приготовленный ею пир, во время которого и обратилась к нему с просьбой о защите евреев. Узнав подоплеку интриг Амана, царь приказал повесить его на той же виселице, которую он приготовил было для Мордехая. В память о спасении евреев от истребления был установлен праздник Пурим. Давид и Голиаф. Голиаф описывается в Библии как филистимский воин-великан. Саул и израильтяне столкнулись с филистимлянами в долине Эла. После того, как евреи осели в Ханаане, поделив его между двенадцатью коленами, им пришлось регулярно отстаивать свое право на данной территории. В сорок дней Голиаф выходил утром и вечером и предлагал кому-либо сразиться с ним один на один и решить исход битвы. Однако не нашлось ни одного храбреца среди воинов Саула. Вызов врага решил принять только Давид. Пока Давид был обычным пастухом, но еще был тайно помазан на царство, но до некоторой поры ему было приказано не выдавать своего статуса. Давид набрал свою сумку камней и вышел на бой. Когда Голиаф начал приближаться, Давид запустил в него камень и попал прямо в лоб. Великан упал на землю, а Давид выхватил его меч и отсек ему голову. Юдив и Алаферн Юдив стала символом борьбы против угнетателей. Ассирийский царь Навуходоносор, правивший в Неневии, послал военачальника Алаферна завоевать страны от Персии на востоке до Сидона и Тира на западе, покарать обитавшие к западу от Ассирии народы за неповиновение. В их число попали и израильтяне. Алаферн разорил Месопотамию, Киликию и другие земли, начал приближаться к Иудее. Во время военного похода на Витилую полководец Алаферн захватил источник, из которого брали воду местные жители. Он рассчитывал, что таким образом жители, ослабленные жаждой, будут вынуждены отдать город без боя. Больше месяца держался город, но начали умирать старики и дети. Тем временем молодая вдова Юдив, стремясь спасти родной город, надела красивые одежды и отправилась вместе со служанкой, которая несет большой мешок кошерной пищи, в ста насирийцев. Остановившим ее воином в лагере противника, Юдив объявляет себя пророчицей и говорит, что собирается указать их полководцу легкий путь к захвату. Придя в шатер Алаферна, она рассказала ему, что израильтяне будто бы нарушили заповеди бога, а значит лишили себя его защиты и обречены на поражение. За помощь Алаферн позволил Юдиве жить в его лагере, но помимо этого он повелся на ее красоту и имел кое-какие планы на нее. Юдив провела там три дня, на четвертый день Алаферн устроил пир и так напился, что заснул в шатре. В этот момент Юдив и обезглавила спящего Алаферна его собственным мечом. Служанка спрятала голову в мешок, с которым она пришла, а потом голову вывесили на крепостной стене. Затем защитники города разгромили ассирийское войско. Вот и все, мы закончили с потолком Сикстинской капеллы. Не забудьте поставить лайк, если видео было полезным, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать автора, ссылки будут в описании. И до встречи в новом видео.